Так, поговорим о проблемах доступности лекарственной терапии как одного из факторов для успешного лечения наших пациентов, в чём, безусловно, заинтересованы и мы как врачи, наше государство, наше общество, и на нас сейчас в этом плане возлагаются большие надежды. Итак, мы сегодня много говорили о том, что сейчас выделяется всё больше и больше средств на лекарственное лечение, но есть небольшая проблема. Если посмотреть на общемировые тенденции, то глобальные затраты на противопоказательные лекарства, они, общая говоря, возрастают с огромной скоростью. И по данным ВОЗ за последние пять лет глобальные затраты на противопоказательные лекарства выросли с 90 миллиардов до 133 миллиардов долларов. То есть примерно плюс 8% у нас ежегодно добавляется к стоимости лекарственной терапии, что, вообще-то говоря, сейчас резко опережает темпы роста экономики практически всех стран. Если говорить о том, как непосредственно влияет доступность современного лечения на выживаемость больных, то, мне кажется, это наилучшим образом иллюстрирует данные тех исследований, которые были посвящены взаимосвязи наличия у пациента страховки. Большинство этих работ было проведено в США, но поскольку мы все знаем, что стоимость медицинской помощи в этой стране, она, с одной стороны, является крайне дорогостоящей, а с другой стороны, у них есть прекрасно сделанные регистры и базы данных. И авторы вот этого исследования, которое было опубликовано в 2017 году в журнале JAMA Oncology, собственно, проанализировали, как связано наличие страховки с тем, какие у пациента вообще есть шансы на выживание. И посмотрите, какие получились интересные данные. Значит, здесь представлено по столбцам данные по трем временным периодам. Слева направо – это с 1997 по 2002 год, с 2003 по 2008 год и с 2009 по 2014 год. Например, для рака легкого мы видим, что у тех пациентов, у которых был некий вид страховки с частной страховой компанией или страховка в рамках медики или любой иной вид публичного страхования, по сравнению с теми больными, у которых страховки не было, пятилетняя выживаемость различается практически в три раза. То есть для пациентов, у которых был один вид частной страховой программы, показатель составил 30%. По сравнению с пациентами, у которых страховки не было, всего 10%. То есть один и тот же временной период, но разница в пятилетней выживаемости втрое. То есть мы, в принципе, очень похожи ситуации наблюдаются при раке молочной железы. То есть мы говорим на данном примере о том, что если пациент не имеет доступа к адекватной современной медицинской помощи, и в том числе к современным лекарствам, то его шансы, так сказать, пережить знакомство с онкологическим заболеванием многократно ниже по сравнению с теми больными, у которых есть адекватная страховка. Применительно к нашим реалиям, если переносить, у нас есть как будто бы всеобщая система страхования, то есть у нас все граждане застрахованы вне зависимости от своего благосостояния, но мы все понимаем, что на самом деле в этом есть такое определенное локарство, и на самом деле многое зависит от того, в каком регионе проживает пациент, от того, какая там действующая территориальная программа здравоохранения, какое финансирование выделяется на лекарства, может ли пациент вовремя, собственно, попасть к онкологу, к химиотерапевту, и будет ли ему назначено адекватное лечение, либо этого не произойдет. И многие такие факторы присутствуют, которые, к сожалению, на данный момент многие из которых представляются непреодолевыми. Если говорить о текущей ситуации с финансированием в нашей стране, то да, мы много говорили о том, что 200 миллиардов было выделено на лекарственную помощь, и может так показаться, что эта сумма оказалась столь значительной, что ее даже не смогли в полной мере использовать. То есть может сложиться вот такая иллюзия, что денег хватает сейчас на все. То есть мы видим, что в некоторых регионах у нас даже менее чем наполовину были израсходованы те средства, которые были выделены на лечение антибиотических заболеваний в рамках нашей большой федеральной программы. Но, тем не менее, 200 миллиардов – это, конечно, с одной стороны, очень много, но, с другой стороны, в современных реалиях мы уже можем говорить о том, что этого недостаточно. Этого никогда не будет достаточно, если мы не изменим кое-какие свои подходы, что я сейчас постараюсь проэллюстрироваться. Итак, возьмем такое заболевание, как рак яичников, которое относится к крайне химиочувствительным опухолям. То есть этим больным действительно химиотерапия помогает, и многое можно сделать для улучшения их прогнозов. Так, в течение многих лет, то есть с начала 2000-х годов, появился стандарт химиотерапии для этого заболевания. Первая линия – это комбинация упоклитоксела и короплотила, двух, в общем-то, дешевых противоопухолевых препаратов. По текущему тарифному соглашению стоимость одного курса по данной схеме химиотерапии составляет 39 тысяч рублей. То есть, соответственно, первая линия – это всегда 6 курсов, не больше, больше не нужно. Соответственно, примерно в 250 тысяч рублей мы укладывались на лечение одного курса. Но, к счастью, прогресс не стоит на месте, и, наконец, стали появляться некие позитивные сдвиги в лечении данного заболевания. Ну вот, к примеру, широко известно исследование СОЛО-1, рандомизированное исследование третьей фазы по изучению эффективности поддерживающей терапии препаратом Аллапариб у пациентов, которые завершили первую линию химиотерапии, и у которых была выявлена мутация в гене Бересей-1 или Бересей-2 патогена. Совершенно прекрасные результаты. У нас еще нет данных по общей выживаемости для этих больных, но мы увидели снижение относительно резкого прогрессирования заболевания на 70%. Hazard Ratio 0,3 – недостигнутой медианной выживаемости для Аллапариба. Ну, в общем-то, здесь с первого взгляда видно, что кривые разошлись и очень-очень сильно. Безусловно, мы до этого таких успехов в лечении этого заболевания не видели, поэтому и онкологи, и метропевты, и я в том числе, с огромным энтузиазмом восприняли появление этих данных. Аллапариб по этому показанию уже зарегистрирована в России, то есть это начинает быть доступным для наших пациентов, но всегда есть нюансы. Значит, мы говорим о том, что сейчас в первой линии этот препарат одобрен для тех пациентов, у которых есть мутация в генах BRCA1-2, это примерно 10-15% нашей популяции. И если пересчитать стоимость лечения данной нозологии, например, на лечение 100 пациенток, мы говорили о том, что раньше при проведении стандартной химиотерапии лечение 100 пациенток входилось примерно в 23 миллиона рублей. Как это будет сейчас? И если мы возьмем встречаемость мутаций в генах BRCA1 в 15%, то мы говорим о том, что 15 больным из 100, грубо говоря, показана терапия Аллапариб, которая завершила первую линию химиотерапии. И учитывая такую немаленькую стоимость этого препарата, а терапия им продолжается в течение 24 месяцев, то вот каждой пациентке с мутацией BRCA1, если его дать, то стоимость лечения 100 пациенток при помощи такой весьма нехитрой математики увеличится до 178 миллионов рублей. Вот так, в 6 раз, пару стоимость. При этом сюда включена только стоимость Аллапариба, то есть я даже не стал включать стоимость BRCA1 тестирования, которое тоже хотелось бы делать в рамках программы «Госгарантий» всем пациентам. Стоимость визитов для контроля показателей крови, наблюдения, контрольных обследований и прочее-прочее-прочее лечения осложнений. Это уже, согласитесь, сумма гораздо больше. Есть сомнения в том, что наши текущие реалии позволят нам всех пациентах обеспечить этим препаратом, хотя, как я уже говорил, эффективность препарата оказалась поистине потрясающей. Но всё опирается в стоимость. Но если вам эта цифра показалась достаточно большой, то я могу всех порадовать и сказать о том, что на прошедшем конгрессе ЭСМО были опубликованы результаты ещё одного исследования по Аллапарибу в лечении рака яичников, которое тоже оказалось позитивным, продемонстрировало крайне хорошие результаты. И препарат уже был одобрен в США и в ДИА. Но нюанс заключается в том, что здесь уже популяция пациентов представляется гораздо более широкой, потому что препарат вышел за пределы пациенток с мутацией BRCA, а была использована новая генная панель для отбора этих больных, для лечения, так сказать, по HRD-статусу, то есть по наличию дефицита гомологичной рекомбинации. Здесь мы уже говорим о том, что примерно у каждой второй пациентки отмечается наличие HRD-позитивного фенотипа. И путём проведения столь же нехитрых расчётов мы добавляем к предыдущей цифре ещё стоимость бивоцезумапа, комбинация с которым препарат был одобрен в ДИА и результатом этого исследования. Увеличиваем количество пациентов, которым нужен апопарит, втрое и получаем цифру на лечение 100 больных уже примерно в 600 миллионов рублей. То есть рост за последнее время стоимости лечения этих больных произошёл в 25 раз. Точнее, он ещё не произошёл, препарат в России ещё не одобрен, но я, честно говоря, не думаю, что наше родное министерство здравоохранения, наши регуляторы откажут к этому препарату в регистрации, потому что тоже неплохие результаты. Препарат уже одобрен в ДИА, я думаю, что европейский регулятор скоро примет скорое решение. И поэтому нам придётся столкнуться именно с такой проблемой. Так, на этом примере я просто проиллюстрировал, как прогресс в современной лекарственной терапии превратил лечение дешёвого относительно акологического заболевания в крайне дорогостоящие удовольствия. И я думаю, что ни для кого не секрет, что сейчас подобные же изменения происходят в лечении очень большого количества познокачественных новообразований. Рак молочной железы. Подавляющее большинство пациенток являются гормонозависимыми. И если говорить про лечение диссиминированного опухолевого процесса, то, пожалуйста, раньше первой линии терапии литрозол, 2000 рублей в месяц, или тамоксифен, или фулвестрант. Речь шла о небольших суммах. Но сейчас мы вступили в новую эру, в эру применения CDK-ингибиторов в первой линии терапии данного заболевания. И, в общем-то, их стоимость сейчас составляет примерно 200 тысяч рублей в месяц. Высокая эффективность в первой линии, увеличение общей выживаемости. Опять-таки мы приходим к тому, что лечение этого заболевания станет очень дорогим. Тройной негативный рак молочной железы, иммунотерапия очень активно внедряются в наши стандарты. Уже сейчас это отезолизумаб для ПДЛ-позитивных больных в первой линии. Скорая, видимо, это будет еще пембролизумаб. Те же препараты сейчас идут в неоабьювантную терапию и так далее. То есть мы сейчас стоим на пороге того, что стоимость онкологической помощи, современной онкологической помощи, то есть того, к чему должны стремиться, будет многократно возрастать. Параллельно с этим мы говорим о том, что деньги, которые были выделены на улучшение ситуации в нашей программе здравоохранения, они, конечно, во многих ситуациях должны существенным образом ситуацию изменить. Потому что если посмотреть на ту статистику, которая есть, это из тех данных, которые собираются сейчас под руководством Андрея Дмитриевича Каприна, профессора Старинского, я намеренно удалил из таблицы многие строки и решил остановиться на трех заболеваниях. Это рак яичников, это рак молочной железы и рак поджелудочной железы. И если посмотреть на выделенный столбец этой таблицы, мы можем увидеть, что значительная часть этих пациентов проходит, так сказать, радикальное лечение с использованием только хирургического метода. То есть посмотрите, рак поджелудочной железы, где по стандартам и нашим, и зарубежным 100% пациентов должны получать системную терапию или в неоадъювантном виде, или в адъювантном режиме, но 100% пациентов должно её получить. У нас мы видим, что 56% пациентов с этим заболеванием не получают никакой системной терапии вообще. Хотя для этих больных адъювантная терапия, адекватно приведённая неоадъювантная терапия может существенным образом влиять на общую выживаемость. Я понимаю, что сбор данной статистики, он, вероятно, имеет некоторые погрешности. То есть, что часть больных вследствие несовершенства канцер-регистров просто не попадают у них данные по приведённой лекарственной терапии. Часть больных уезжает лечиться за границу, часть больных в силу пожилого возраста, сопутствующей патологии, не могут получить химиотерапию. Но даже если мы уменьшим эту цифру вдвое, вот с этими погрешностями, то есть всё равно мы говорим о том, что 5 больных не получают никакой лекарственной терапии. Рак молочной железы 35% пациенток не получают никакой системной терапии, хотя, мне кажется, уже во всех учебниках, рекомендациях написано, что рак молочной железы является системным заболеванием и нуждается в системном лечении в том или ином виде, практически на любой стадии заболевания. Рак яичников 35% пациентов проходит только хирургическое лечение, хотя справедливая оценка этого показателя, вероятно, находится на уровне 5%. То есть мы говорим о том, что у нас многие аспекты той онкологической помощи, которая сейчас есть, нуждаются в существенной переработке и улучшении. Кроме цены лекарственных препаратов, то есть непосредственно стоимости, связанных с проведением химиотерапии, организационных аспектов, есть ещё один немаловажный нюанс, что сложившаяся сейчас система оплаты онкологической помощи, она обладает рядом существенных дефектов. В частности, это видно, например, на примере такого препарата, как поклитоксинт. Старый, достаточно дешёвый препарат, который обладает одной очень интересной особенностью при лечении ряда пациентов, в том числе рака молочной железы, тройного негативного, херпозитивного. Клиническая эффективность этого препарата гораздо выше, если его вводить не раз в три недели, как он вводился изначально, а в еженедельном режиме. То есть я поясню, не 175 мг раз в три недели, а 80 мг еженедельно. Вот в альюванной терапии, в нео-авльюванной терапии, при лечении диссеминированных больных просто в силу тех или иных причин он так эффективнее. В левой части слайда представлен метаанализ, авторы которого продемонстрировали убедительное снижение риска смерти, то есть увеличение общей выживаемости на фоне применения препарата в еженедельном режиме по сравнению с трёхнедельным режимом. Казалось бы, это то, что не требует даже какого-то дополнительных новых готовящих таргетных препаратов. Просто берёте тот же препарат и выводите его не раз в три недели, а раз в неделю. Но что нам об этом говорит, например, город Москва? А в городе Москва есть такое вот тарифное соглашение на 2020 год, по которому осуществляется оплата на физической помощи. И он говорит, что в тех случаях, когда схема лечения предусматривает интервал между введением метаанализма препаратов менее двух недель, то есть когда, как еженедельный, так сказать, один законченный случай лечения, формируется из трёх таких циклов введения. То есть получается, что лечить пациентов лучше в соответствии с современным, современным об этом представлением практически прямо наказывается рублевым регулятором. То есть приходят эксперты ФОМС и смотрят на наши интервалы между введениями препаратов, соответственно, таким образом ограничивается доступность для пациентов современной лекарственной помощи, то есть совершенно искусственным способом. Если говорить о других аспектах того, что почему же у нас новые препараты стоят так дорого, то, безусловно, мы говорим о том, что сейчас, да, действительно происходит большой прогресс в лечении анкологичных заболеваний. И на самом деле существенные усилия фармоиндустрии сейчас сконцентрированы именно на изучении новых противопухолепрепаратов, поиска новых показаний к применению тех препаратов, которые уже существуют. То есть мы видим, что примерно 30% всех препаратов, которые есть в разработке, это именно препараты противопухолевые. Но посмотрите, что иногда происходит. Иногда случается так, что компании очень заинтересованы в том, чтобы продвинуть свой препарат, чтобы захватить под него как можно больший рынок, ресурсную базу. Проводится сразу большое количество исследований. И очень ярким примером, на мой взгляд, этой проблемы является исследование Affinity. Это рандомизированные исследования третьей фазы, которое было посвящено изучению эффективности добавления пертузумаба, одного из антихер-2 препаратов, к стандартной химиотерапии и тростозумабу в адюванте у больных с раком молочной железы. Ну, соответственно, херпозитивно. 4805 больных приняло участие в этом исследовании. Период наблюдения составлял в этой работе до 10 лет. То есть большой долгосрочный проект с очень большим количеством участвующих центров и пациентов в этом исследовании. И эта работа, с одной стороны, оказалась позитивной, и пертузумаб действительно в адювантом режиме смог продемонстрировать улучшение безрецидивной выживаемости этих пациентов. Но посмотрите на эти кривые. То есть здесь действительно, ну так, невооруженным глазом достаточно сложно даже увидеть четкую границу между ними. Хотя исследование позитивное. То есть мы говорим о том, что исследователям потребовалось включить 4800 пациентов для того, чтобы показать вот это. И более того, статистическая гипотеза исследования, она, в принципе, изначально была нацелена, то есть исследование обладало мощностью для выявления именно вот таких различий. и в New England Journal of Medicine вышел, на мой взгляд, совершенно прекрасный эдиториал на этот счет. То есть он означает, что, чтобы быть ясным, Affinity является позитивным исследованием. Но с той же ясностью можно сказать, что эти результаты являются абсолютным разочарованием, и таких исследований больше проводиться не должно. Но, тем не менее, исследование проведено, препарат зарегистрирован, показания есть. И как мы все понимаем, так или иначе, стоимость проведения этого исследования, оно прямо транслируется в стоимость этого препарата. То есть в конечном итоге за проведение этого исследования заплатят пациенты и система здравоохранения, и косвенно мы с вами, как налогоплательщики. Другой прекрасный пример – такое лекарство, как Aromatsurumab, а точнее его применение при раке желудка. Есть не менее двух исследований по изучению его эффективности во второй и последующих линиях терапии этого заболевания. Это рандомизированные исследования третьей фазы, REGARD и RAINBOW. Сразу скажу, что оба исследования были позитивными и, в общем-то, продемонстрировали очень похожее различие в своей эффективности. Разница в медиане общей выживаемости в 1,4 месяца в исследовании REGARD и в 2 месяца в исследовании RAINBOW. То есть, да, оба исследования позитивные, но выигрыш, который получили эти пациенты, он, прямо скажем, небольшой. Сколько же стоит такой выигрыш? Я не случайно привожу цифры не в более привычных нам валютах, а в фунтах спирингов, потому что на этом примере я бы хотел показать один из возможных подходов, которые практикуют британские регуляторы системы здравоохранения. То есть, мы говорим, что затраты на лечение одного пациента при применении этого препарата составляют от 21 тысячи фунтов стерлингов до 36 тысяч при, соответственно, той эффективности, которой я уже сказал. И британский регулятор сферы здравоохранения, он, что, на мой взгляд, делает очень правильно, он учитывает не только клинические данные при решении об одобрении или неодобрении того или иного препарата, но и кроме этого учитывает их экономическую стоимость, выгоду и среднеобразных их применениях, хотя, конечно же, когда мы говорим о лечении реальных людей, не всегда корректно и возможно говорить про стоимость оказать человеческой жизни, но, тем не менее, посмотрите вот на эти расчеты. То есть, у авторов получилось, что один год выигранной жизни с поправкой на ее качество, то есть показатель Кволя, при сравнении с другими режимами химиотерапии, которые возможно применить в том же контексте, он составляет от 145 до 294 тысяч фунтов стерлинга при указанном пороговом уровне для одобрения в 100 тысяч фунтов стерлинга. То есть, ну и, соответственно, британский регулятор отказал компанию-производителю на этом основании в одобрении этого препарата именно на основании результатов фармакоэкономического анализа, а не формального анализа данных клинического исследования. Итак, мы говорим о том, что сейчас есть такой порочный круг некий в разработке лекарственных препаратов, то есть, что повышение стоимости исследований за счет изучения препаратов с минимальной ожидаемой эффективностью приводит к увеличению стоимости лекарств, следовательно, повышение прибыли фармакомпаний от малоэффективных препаратов, увеличение количества этих препаратов, что в конечном счете ведет к постоянному такому циклу повышения стоимости лекарств. Конечно же, в уже ближайшем будущем станет весьма ощутимая проблема. И возможными путями решения этой проблемы, как мне представляется, является разработка современных клинических рекомендаций, то, о чем мы уже говорили, с учетом не только непосредственного клинического бенефита от применения нового препарата, но и с учетом все-таки соотношений стоимости и эффективности нового метода лечения. И нужно всерьез подходить к разработкам неких систем приоритизации назначения дорогостоящей терапии тем пациентам, которые ожидаемо получат наибольшее преимущество от применения новых лекарственных препаратов. То есть первоочередно все-таки препаратами этими должны обеспечиваться те пациенты, у которых мы видим достоверное увеличение общей выживаемости, ну, либо ожидаемое значимое увеличение в тех ситуациях, когда, ну, например, еще недоступны данные по общей выживаемости. Во вторую очередь, те пациенты, у которых ожидается значимое увеличение ПФС или качество жизни от применения новых препаратов и далее все остальные цены. В принципе, это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. .